Уважаемые братья, уважаемые верующие, прилетел, говорю, не прошел, прилетел месяц Шавваль. До него прилетел месяц Рамадан. До того, как мы ждали месяц Рамадан, мы дождались его, быстро прилетел. Наступил месяц Зуль-Ка'ада, второй месяц Хаджа, Шавваль, Ашару-Л-Хурму Шавваль, Зуль-Ка'ада, Зуль-Хиджа, после него месяц Хаджа. И так прилетает у человека жизнь. Субханаллах, каждый, мне кажется, согласится, что как быстро прилетел в этом году месяц Рамадан. Мы не успели даже его прочувствовать, только он наступил, и уже он закончился. В течение Рамадана, в течение дня, бывало такое, что человек прочитал утреннюю молитву, и вот прилетел день, и уже наступил Ифтар. Пятница, как будто вчера была пятница, мы с вами собирались здесь, уже следующая пятница. И так прилетает жизнь. Человек, Субханаллах, бывает маленьким, в садик ходит, потом в школу, потом женится, потом у него дети рождаются, потом не успел огнянуться, как и дети стали взрослые, потом уже внуки, потом уже, если Аллах, Субханаллах, продлил ему жизнь, уже он с каждым днем, с каждым днем приближается к своему сроку. Поэтому верующий человек, когда мы были с вами Рамадан, был месяц, когда мы поминали Аллаху, Субханаллаху и Та'ля, были вместе в мечети, читали намазы Таравих, читали Кур'ан. Наше время было, в большинстве случаев у всех у нас, заполнено поклонением Аллаху, Субханаллаху и Та'ля. И некая такая площадка, когда мы, Аль-Хамдаллах, приближались к Аллаху, Субханаллаху и Та'ля. Но, однако, Аллах, Субханаллаху и Та'ля, остерегает каждого верующего и объясняет нам из Кур'ана то, что есть такое качество, которое называется гафля. Часто приходится в Кур'ане как беспечность. То есть, человек проснулся, уже ночь наступила, что я сделал в течение дня? Неделя пролетела, а чем я занимался? Вот дабы верующий человек не впал в такое состояние гафля беспечности. Ухаззар Аллаху та'ля, льмуменина минал гафля. Ли азариха ащадита аля кальбил абд. Потому что гафля, потому что беспечность оставляет тяжелый след на сердце верующего человека, на сердце раба, Аллаха, Субханаллаху и Та'ля. Фахаттаданнабию, Саллаллаху алейхи салям, ахуа хитабу ли умматихи джами'а. И Аллах, Субханаллаху и Та'ля, в Кур'ане обратился к посланнику Аллаха, Саллаллаху алейхи салям. И это для нас всех, для всей умной обращения от Аллаха, Субханаллаху и Та'ля. Поминай же Господа своего в себе. Поминай Господа Аллаха, Субханаллаху и Та'ля. Не возвышай голос. То есть, когда ты встаешься наедине, в тишине. Будь покорным Аллаху, Субханаллаху и Та'ля. Поминай Аллаху, Субханаллаху, днем и утром, вечером. И не будь из числа гафилин. Ни в коем случае не будь из числа беспечных людей. И верующий человек всегда должен поминать Всевышнего Аллаха, Субханаллаху и Та'ля, своим языком. Не быть беспечным, не входить в это состояние. Поминать сердцем, поминать, думать об Аллахе. Размышлять о творении Всевышнего Аллаха, Субханаллаху и Та'ля. Восхвалять, тасбихать, делать, тахмид, тахлиль. Субханаллаху и Аллаху и Акбару. Всегда думать о Всевышнем Аллахе, Субханаллаху и Та'ля. Даже молитва, которую Аллах, Субханаллаху и Та'ля, нам приказал. Для чего? Для того, чтобы мы поминали Всевышнего Аллаха, Субханаллаху и Та'ля. «Воакимис салата лидзикри». Выставивая молитву ради того, чтобы вспомнить обо мне, поминать, омена, говорит Всевышний Аллах, Субханаллаху и Та'ля. Поэтому, верующий человек также должен дружить с теми людьми, у которых сердца живые. Если он забыл об Аллахе, они ему напомнят. Если он зашел в состояние беспечности, они его выведут, поминуясь Аллаху, Субханаллаху и Та'ля, из этого состояния. Как говорит Всевышний, Субханаллаху и Та'ля, «Проявляй терпение» вместе с теми, которые обращаются к Аллаху, Субханаллаху и Та'ля. Днем и ночью тем самым хотят получить удовольствие. Лика Аллаха, Субханаллаху и Та'ля. «Проводи время вместе с такими людьми». Поэтому часто можно заметить, если человек задумается, если человек задумается о тех людях, которые погрузились в удовольствие этой жизни, отдалились, стали беспечными в отношении к Аллаху, в отношении к религии Аллаха, в поклонении, то заметит этот человек то, что эти люди то эти люди в постоянном гонении, в постоянном рвении идут за своими шахаватами, за своими, подчиняются своим страстям, которые призывают их к харамным делам. То есть, если посмотреть на тех людей, которые отдалились от Аллаха, которые зашли в состояние беспечности, забыли об Аллахе, Субханаллаху и Та'ля, то в большинстве случаев это те люди, которые бегут на поводу своих страстей, харамных страстей и тем самым забывают Аллаха, Субханаллаху и Та'ля. И думают то, что они счастливые. Как они могут быть счастливыми в тот момент, когда их сердца спящие, когда их сердца не получают пропитания, радости, той радости, которую Аллах, Субханаллаху и Та'ля, заложил из природы в человеке, в поминании Всевышнего Аллаха, Субханаллаху и Та'ля. Когда человек вспоминает когда человек вспоминает об Аллахе, Субханаллаху и Та'ля, его сердце, чувство и спокойствие. И именно основное счастье это поминание Аллаха, когда человек познает, знает, кто такой Аллах, Субханаллаху и Та'ля, поминает Аллаха, Субханаллаху и Та'ля, и поклоняется Ему. И не будет, человек не сможет быть успешным, человек не преуспеет и не спасется, если его сердце будет мертвое, не поминающее Аллаха, Субханаллаху и Та'ля. Ученые говорят, сердце оно живое, когда поминает Аллаха, когда восхваляет Аллаха, и сердце мертвое, когда забывает об Аллахе, и когда впадает в состояние беспечности, очень опасное состояние. Как ученые говорят, беспечность – это убиться сердца, уничтожает сердце. Уничтожает самого человека, как человека. И гафля – состояние беспечности человека отдаляет от дел, от благих дел. То есть, если человек в беспечном состоянии, он не сможет делать благие деяния. И самое страшное состояние гафля бывает по отношению к человеку, это когда Если Аллах дает этому человеку много благ, много удела, но он в беспечном состоянии, не благодарит. В этом случае он что? Неблагодарный. В этом случае он не благодарит Аллаха, Субхану Ва Тааля, за те милости, которые Аллах Тааля ему дал. Это самое опасное состояние. И человек, если в беспечном состоянии, он получит наказание, перед тем, как получит наказание Аллаха в судный день, он прочувствует наказание уже в этой жизни. Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, говорит в Коране Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, говорит, и когда они, люди, забыли, то, о чем мы им напоминали, об Аллахе, о религии Всевышнего Аллаха, Субхану Ва Тааля, когда все уже забыли, погрузились полностью только в Дуне, Аллах, Субхану Ва Тааля, говорит, мы открыли перед ними врата всего, то есть все, что хочешь перед тобой, деньги, власть и так далее. И потом Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, говорит, и когда они обрадовались, то, что имеют, вот это имущество, вот это богатство, Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, говорит, мы их резко схватили, наказали, и они пришли в отчаяние, то есть стали в состояние отчаяния. Из-за беспечного состояния Аллах, Субхану Ва Тааля, утопил, Аллах потопил фараона и его народ. Об этом Всевышний, Субхану Ва Тааля, сказал, Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, говорит, и мы отомстили им, фараону и его народу, и потопили их в море, потому что они не уверовали в наши знамения, считали ложными наши знамения, Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, говорит, и они были в состоянии беспечности, то есть они были небрежными по отношению к нашим знамениям.